Дело о госизмене. Оболонский суд Киева допросил свидетелей по делу беглого президента Виктора Януковича. О чём же рассказали экс-премьер Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков, знает Андрей Яковин. Вокруг Оболонского районного суда много полицейских. В качестве свидетелей на допрос о госизмене бывшего президента Виктора Януковича суд вызвал экс-премьера Арсения Яценюка и действующего министра внутренних дел Арсена Авакова. Первым за стойку для допроса свидетелей вызывают Иценюка. Он говорит, в последний раз общался с Януковичем 22 февраля 2014 года по мобильному телефону из кабинета главы Верховной Рады. Тогда я лично контактировал с Виктором Януковичем по поводу его дальнейших действий для урегулирования политического кризиса, который был спровоцирован в 2014 году. Следующий вопрос прокурора к свидетелю Иценюку об отношениях Януковича с российской властью. Политика Виктора Януковича была направлена на то, чтобы реализовать внешнюю политику России. Янукович после избрания на должность президента, это был 2010 год, одним из первых указов он остановил деятельность комиссии касательно вступления Украины в НАТО. Защиту во время допроса интересовало. Видел ли Яценюк собственными глазами письмо Януковича, адресованное российскому президенту с просьбой ввести войска на территорию Украины. И был Яценюк в Крыму в феврале 2014. В феврале-марте 2014 вы были в Крыму лично? Еще раз хочу отметить, после 27 февраля 2014, с тех пор, как я был назначен на должность премьер-министра, я не был на территории Крыма. Допрос из Януковича длился около двух часов. Потом суд пригласил Арсена Авакова. Министр МВД назвал бегство Януковича предательством. Сказал, что 23-24 февраля 2014 находился в Крыму, чтобы встретиться с Януковичем и приубедить его вернуться в Украину. По моей информации, предварительно скрылся на территории одной из военных баз Российской Федерации, где выстроил своих работников УДО и сказал о том, что собирается ехать в Российскую Федерацию. Кроме Яценюка и Авакова, прокуратура планирует вызвать в качестве свидетелей не менее 130 человек. В том числе, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Андрей Яковин, Вячеслав Смирнов, UATV.